Вы знали, что работящие мужики носят свитеры уже более 500 лет? Серьезно, в средние века в средней Европе появились первые свитеры. Это были специальные свитеры для тех людей, которые должны были работать на улице. Они работали на воде, и им было необходимо иметь такую вещь, которая бы хорошо делала свою работу, чтобы сохранить тепло и изолировать от холодной погоды. Сегодня в видео, друзья, полное руководство по свитерам. Как купить и как выглядеть круто в свитере. Первый свитер у нас будет Гарнси. Такой свитер на мне сейчас. Это современная интерпретация. Но даже современная его интерпретация очень проста. Он настолько простой, что я могу носить его с обеих сторон. У него нет ни переда, ни зада. И это его ключевая особенность. Это было сделано специально, чтобы предоставить защиту для человека. Чаще всего их делали дома руками по традиции. У него есть интересная деталь. Это воротник. Это новое добавление. Старый дизайн был без таких вот воротников. Он был добавлен и, кстати, его легко заменить. В один момент люди поняли, что им надо что-то, что защищало бы горло от ветра и прочего. Но в то же время, чтобы эти детали можно было заменить. Потому что вот эти части и воротник, они часто быстро изнашиваются. Далее идет свитер Аарон, названный в честь западных островов Ярландии. Это тоже зона, где часто холодно и мокро. И рыбакам очень нужна была такая вещь, которая бы сохраняла тепло. Что можно заметить в классических свитерах, они все сделаны из шерсти. Шерсть может заполнить 40% своего веса водой. И по-прежнему ощущаться сухой и сохранять тепло. Главная особенность свитера Аарон, это вот такое вот узорчатое плетение. Их можно увидеть на лицевой части свитера. Много разных паттернов, которые имеют свое значение. Если вернуться в прошлое, то этим пользовались различные кланы и группы, чтобы отличать друг друга. Потому что твое происхождение определялось по этому плетению. Очень интересно и искусно. Если говорить об этой модели свитера, то стоит учесть, что это очень кэжуал стиль. Они тяжелые, их даже можно надевать как уличную одежду, если вы решили погулять по городу. Они очень прочные и тяжелые свитеры. Очень хорошо смотрятся с джинсами или кэжуал брюками. Но такой точно не наденешь с костюмом. Далее поговорим о флотских свитерах. Так, я сейчас в одном из их вариантов. Как можно догадаться по названию, эти свитеры носили британские моряки во время Второй мировой войны, когда ходили на подводных лодках. Другие моряки тоже переняли такой дизайн, потому что, когда ты на судне и под водой, то там холодно. Очень часто ради экономии энергии, отопление держалось на очень низкой температуре и становилось очень холодно. Поэтому необходима изоляция и нужна такая вещь, которая, если бы могла и намокнуть, так как, когда выбираешься на поверхность, на тебя попадают брызги воды, но при этом ты бы не сильно промок. Также важно, чтобы свитер плотно прилегал к телу, потому что приходится двигаться в тесном пространстве. Так что нужна была очень функциональная вещь. Вы, наверное, заметили, какой большой этот свитер. Также воротник. Это крайне большой воротник. Но все в этом свитере кэжуал. Отлично смотрится с джинсами или парой фланелевых брюк. Но, конечно, такой свитер не наденешь с костюмом. Еще один морской свитер, о котором я быстро вам расскажу, это вулли-пулли. Если вы когда-то служили во флоте, то должны знать, о чем я говорю. Это тот свитер, который немногие хотели носить. Они были сделаны так, чтобы прилегать плотно к телу, сохранять тепло и обеспечивать мобильность, чтобы вы могли легко двигаться. И так как они прилегали плотно к телу, у них были дополнительные лотки на локтях и плечах, чтобы не сильно изнашиваться. Следующий свитер с круглым воротом. Это, пожалуй, самый популярный свитер, который можно встретить. И все дело в стиле его плетения. Очень легкий свитер. Его можно надевать как дополнительный слой и надевать под спорт пиджак. Его даже можно надеть и с костюмом, если цвет позволяет. К какому стилю относится этот свитер? У него есть задняя часть и лицевая, так что он уже отличается от Гарнси. А во всем остальном очень похоже. У него есть резинки вот тут на запястьях. И вот тут вокруг шеи. И именно благодаря этому воротнику он и получил свое название. Они стали очень популярны на кораблях. Опять, эти свитеры были очень популярны в рабочей среде. И морякам очень не хотелось, чтобы ветер и вода попадали им за шиворот, поэтому и приделали эту резинку. Они также понимали, что эта зона очень уязвима. Она рвется и тянется. Поэтому его сделали таким, чтобы его легко можно было починить. Благодаря тому, что этот свитер очень популярный, то он существует в большом количестве цветов и рисунков. Если вы покупаете себе первый такой свитер, то выбирайте простой. Очень хорошо будет смотреться темно-серый или обычный серый. Почему я говорю только серый? Потому что он подойдет практически ко всему. Серый – это нейтральный цвет. Ну или вы можете выбрать то, что вы уже и так носите. Например, вы хотите синий, и это сработает с тем, что у вас уже есть в гардеробе. Суть в том, что не стоит покупать себе что-то очень пестрое. Разве что как рождественский свитер для вечеринки. Ну это еще куда не шло. Но вот что лучше сделать, это приобрести такую вещь, которая бы работала с вашим гардеробом. А теперь о стиле, плетении. Чем оно легче и лучше прилегает к телу, тем, по моему мнению, это лучше. Конечно, не впадаем в крайности. Суть в том, что лучше, когда свитер вам по размеру. Потому что свитеры очень сложно подгонять потом по размеру. Вы можете попробовать отнести свитер тому, кто умеет вязать, чтобы он его поправил вам. Но если он короткий, что значит короткий? Если вы поднимаете руки, и у вас голая поясница, это очень коротко. Если вы подтянете свитер вниз, и он будет на 10 сантиметров ниже вашей линии пояса, это нормально. Но вам не нужен свитер такой длины, чтобы он закрывал вашу задницу. Это слишком длинный свитер. Обычно у свитера будет резинка вокруг пояса. И пока она находится на уровне вашего пояса чуть ниже, то это отличный размер. Теперь поговорим о V-образном свитере. Второй по популярности стоит сразу за круглым воротом. По моему мнению, такой свитер самый взаимодополняемый, который только можно иметь. Мне кажется, мужчины должны чаще носить такие свитеры. Мне в них нравится, что их можно надеть с чем-то попроще. Например, с джинсами и рубашкой, и парой брогов. А также я могу надеть его с белой рубашкой и кэжуал-костюмом. Ну или даже с бизнес-костюмом. В непогоду с черными Оксфордами будет смотреться отлично. У меня в руки свитер темного насыщенного цвета. Мне кажется, что такие цвета очень хороши, когда у вас есть много свитеров. Но если вы только начинаете, хотите купить себе первый V-образный свитер, то лучше взять серый. Может что-то потемнее, ну или бежевый, или коричневый. Особенно если у вас в гардеробе много синего цвета. Отлично будет смотреться со штанами. Такой вот бежевый отлично будет смотреться синим цветом. Так как V-образные свитеры популярны, то их можно встретить в очень разнообразном исполнении. Я говорю о материале. Это может быть кашемир, или шерсть. Ну, конечно, это может быть слишком дорого для многих людей. Поэтому есть бренды, которые используют и синтетику. Также есть и хлопковые свитеры. Стоит понимать, что вы берете. Если вы решились на хлопковый, то вы теряете в качестве изоляции. Конечно, такой свитер будет легкий. Он даже может быть летним. Да, представьте себе, есть такая штука, как летний свитер. Ну, или если это синтетика, то стоит понимать, что вы идете на компромисс по качеству, зато выигрываете в цене. И в нем будет некоторая смесь из шерсти. Если вы видите, что это переработанная шерсть, то стоит быть весьма аккуратным, потому что эту шерсть часто использовали. И она уже не такая плотная и крепкая, как свежая. Она будет не такого хорошего качества. И будет быстро скатываться. И такое часто происходит со свитерами, после того, как вы в них походите некоторое время. Их можно снять специальной машинкой или обычной бритвой. Далее у нас идет высокий ворот. Наверное, вы спрашиваете, а в чем разница между такими классическим подводным свитером? Ну, во-первых, это будет вес свитера. Заметьте, что этот свитер не такой громоздкий, как подводный. Так что его можно надеть как прослойку. Часто этот свитер не только хорошего плетения, но также в нем используются хорошие материалы. Шерсть, конечно, отличный материал, но она не будет настолько мягкой, как кашемир. Кашемировый свитер, как этот, он будет очень тоненький. Часто его делают в несколько слоев, и это добавляет в теплоте и мягкости. Он будет куда более приятным и теплым, чем шерсть. Шерстяные свитеры могут колоться. У кашемира такого не бывает. Если вы взглянете на волокна, то вам сразу станет понятна разница. Размер кашемировых волокон гораздо меньше. У шерсти же часто бывают заусенцы, поэтому она так колется. Вы можете носить свитер с высоким воротом как самостоятельно, так и со спортпиджаком, с кэжуал-костюмом. Многие из вас могут сказать, «О, нет, высокий ворот – это не мой стиль». Ребята, не говорите «нет, пока не попробуете». На мой взгляд, они просто восхитительны. Если вы согласны, то пишите в комментарии. Ну, или если нет, то же скажите, что вы просто не можете их носить. Но попробуйте хоть разок. Наденьте отличный свитер из кашемира. Он не только круто выглядит, он еще функциональный. Он держит тепло, когда на улице холодно. Это лучше, чем рубашка, и вы выделитесь на фоне остальных. Далее у нас идет вязаный поло. И знаете, я смотрю на себя в зеркало и думаю, «А вообще надо ли мне надевать два воротника рядом друг с другом?» У вас есть на этот счет мнение? Пишите в комментариях, но я думаю, что такой образ можно надеть. Так что я останусь в этом. Суть в том, что у этого свитера мягкий цвет, а у рубашки пуговицы. Так что этот свитер, он будет что-то среднее. Он как бы не суперкэжуал. Я могу надеть его как дополнительный слой, но также могу надеть его под спортпиджак. Но он не будет такой же формальный, как круглый ворот или V-образный свитер. Вот этот свитер, у него есть две особенности, которые вы могли заметить. Первое, у него есть пуговицы. Вот тут смотрите. Кстати, пуговицы всегда делают свитер более формальным, чем молния. Молния считается более спортивной. Но вот эти пуговицы, они не идут на пол свитера, но при этом почему-то так говорят. Также у него есть рисунки. В основном такие рисунки делают свитер очень кэжуал. Они также привлекают внимание к грудной области. Так что если вы здоровяки и хотите привлечь внимание к своей груди, потому что у вас больше веса на талии, этот свитер будет отличной опцией для вас. Но учтите, что это кэжуал свитер. Отлично смотрится с джинсами или чиносами, или хакки. Но такой точно не получится надеться с лаксами или костюмом. Я сказал, что молния это кэжуал. Означает ли это, что не стоит покупать свитер с молнией? Конечно нет. У меня, например, есть парочка таких свитеров в гардеробе. Просто надо учитывать их ограничения. Это будет очень кэжуал стиль. Возможно, его можно было бы надеть со спортпиджаком во время поездки. Я так делаю. Но точно никогда бы не надевал его с костюмом. Потому что из-за молнии его не получится надеть с чем-то более формальным, чем спортпиджак. Или если я путешествую, то это очень удобная вещь, чтобы накинуть на себя. Если стало прохладно, то ты просто застегнул молнию. Так что очень функциональная вещь. Далее у нас идет свитер-жилет. Итак, это очень функциональная вещь. Ее можно надевать как дополнительный слой, и у нее интересная история. Так что если вам нравится, то вы можете смело добавлять ее в свой гардероб. Далее идет кардиган. Главная особенность этого свитера от всех остальных, это то, что он не пулловер. И у него есть вырез тут в лицевой части. В нем используются либо пуговицы, либо молния. Еще часто можно встретить на кардиганах, но это не обязательно. Это карманы. А также еще можно увидеть лацканы. В этой части свитер складывается так же, как мы это часто видим у пиджаков. Конечно, не каждому нужен кардиган, но мы можем встретить очень большое разнообразие кардиганов из разных материалов и цветов. Некоторые будут casual, а некоторые будут легкими и использоваться как дополнительный слой под пиджаком. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.